здравствуйте снова у меня хорошие новости и я как я уже написал есть некоторые меня люди спрашивали я не думал что мне придется это записывать каждый раз но суть вот чем люди спрашивали какие визы и каким путем можно выехать в штаты да то есть какие есть визы есть и туристические визы би он битью это то что большинство сейчас выезжают с европы с евросоюза они выезжают по этим визам туристические визы если особенно упрощенно помогают это тем людям которые которые имеют родственники у знакомых которые им проще хотя есть много комментариев что эти визы отказывают туристические визы да то есть вот сегодня познакомился с одной семьей она не сидели в польше три недели чтобы получить туристическую визу им дали это один тип визы кстати они очень очень трудно им было очень очень грустные говорят что много смертей много много ситуаций нехорошие на украине происходит много людей умирают и просили молиться вот кстати если вы не знаете бога примите иисуса потому что вы не знаете когда вашего в какой ситуации ваша жизнь может закончиться или если вы не примиренные с богом примиритесь как это сделать просто возьмите скажите бог прости меня я натворил ту или иную жизнь чтобы вы были готовы если вы приедете сюда в америку welcome как говорят но примиритесь богом скажите чтобы примере простил вас если вы не знали не имеете иисуса попросите иисуса в свое сердце скажите иисусом я признаю тебя своим спасителем войди в мое сердце спасти мои грехи возвращаемся назад квизом к первое это это туристическая виза вторая это виза по воссоединению семьи да они работают но они чуть дольше ставят приоритет на то что воссоединение семьи если у вас прямые родственники то есть по воссоединение семьи их также можно использовать ехать по этой визе но и мне спрашивали если поехать по туристической визе как меня будет с работой а здесь здесь меня не хорошая новость так как по туристической визе во первых вы не можете говорить при прихождении на интервью сказать что я еду туда как турист я хочу там работать вам сразу сделать динай то есть ни в коем случае даже когда вы сюда приедете официально вы работать не можете но есть неофициально то есть вы можете работать за наличку и таких работ в америке очень много есть официально около 18 тысяч людей которые работают неофициально 18 миллионов людей которые работают неофициально то есть приехал сюда как турист с работой не должно быть больших проблем если конечно не брать узкопрофильно если готовы работать где он но ни в коем случае про прохождение на визу по турист по туризму не говорить что вы хотите ехать сюда чтобы делать заработки ни в коем случае это отказ сто процентов хотя они все понимают знают почему люди убегают почему едут но это когда вы говорите офицер он должен тут очень законопослушные так что они сразу если слышат такое не сразу вам откажут а третье что появилась хорошая новость почему я и решил записать потому что байден президент америки объявил что будет принимать будет принимать 100 тысяч людей здесь в америку в джорджию приезжает губернатор у нас будет скоро встреча с губернатором объявил что у джорджи в атланту будут приезжая при примерно рассчитывает 5000 человек открыт коридор как он работает я думаю я запишу отдельно видео как он работает все в деталях нового вкратце скажу как как о как вариант что этот коридор едут люди в мексику как туристы приезжают туда приехал туристы там потом проходишь до границы и в границе там есть уже специальный пункт те люди с украинскими паспортами могут пройти и попросить пароль пароль это это статус где государство сразу надает право жительства право на работу на один год то есть приехал на границу предъявляет паспорт и можете просить пароль и если есть родственники знакомые они сразу этих людей вы даете адрес номер телефона где вы остановитесь и можно сразу не ожидая можно переезжать в ту в то место где у вас есть возможность остановиться это самый простой вариант но и люди еще спрашивали меня зато могут ли ехать без паспорта во первых без паспорта вас никто не выпустит не в самолет никуда то есть если дети которые вписаны в родительские паспорта то она то она можно да если ваши дети несовершеннолетние вписаны в ваш паспорт и в них у вас нету паспорта для ребенка то вы можете использовать свой паспорт где вы ребенок ваш вписаны в ваш паспорт теперь следующее что еще а с европы меня спрашивали много людей за европу как если я в европе как можно выехать в америку с европы с европы тоже есть процедура если вас если вы просто только что заехали то это та же самая процедура по туристической визы если у вас уже есть европейские документы постоянного жительства то тогда можно заполнить заполнить форму и на 90 дней можно въехать без визы в америку без каких-либо без какого-либо то есть заходите на веб-сайт заполняете она называется электронный пермит разрешение электронное разрешение там платить какие-то фи это все по интернету можно сделать и с документами европейскими документы можно спокойно заезжать сюда и тут уже можно просить тпс кстати апдейт за тпс тпс еще не работает то есть инструкция есть а куда высылать и как все остальное там заканчивать еще не не запустили что еще есть сейчас дает канада тоже зеленый коридор можно выехать в канаду но и это используют так так как мексику но канаде много намного лучше потому что в канаду можно приехать и там тоже уровень жизни как в америке даже можно сказать больше что канаде бесплатная медицина что в америке это нету то есть можно ехать в канаду канада тоже дала открытый коридор и многие люди едут через канаду что еще с канады можно переехать сюда в америку это уже намного все проще но я думаю это примерно все я думаю записать попозже видео как у подробностях как переезжать как переезжать через мексику вот этот беженство можно сказать канал беженства 100000 который объявили она уже работает вот я расскажу и дам подробную информацию и возможно увидел также в комментариях или в description поставлю все возможные вопросы ответы можете их почитать но это будет следующее видео но просто вот вкратце рассказал те все нюансы а а сейчас вот вспомнил школы если вы приедете сюда ваши дети это сегодня спрашивали люди вот они приехали как туристы она 6 месяцев и они говорят как мы можем вот ну да работать мы не знаем как а вот можем или работать послать учиться детей в школы до в школы можно в любом статусе вы можете даже без статуса вы можете давать своих детей в школы вас не депортирует можете спокойно давать детей в школы пускай идут учиться это совсем школа это не иммиграционные потом водительские права по закону в джорджии в атланте можно ездить на ваших украинских правах месяц без регистрации но даже если больше месяца обычно если полиция останавливает то можно сказать что я с украины они с пониманием никто вас ну лучше конечно не нарушать но тоже с правами что возможно будет сложнее это получить страховку машину там это это уже потяжелее да но с любым статусом можно ездить на украинских правах без проблем да есть у вас какие то есть вопросы комментарии вы можете их писать я постараюсь ответить делитесь своими друзьями возможно это кому-то поможет да невозможно я думаю что поможет и спасайте своих близких пускай они выезжают пускай приезжают кстати здесь все церкви а готовы помогать уже ищется подыскивается жилье одежда мебель то есть с этим тоже здесь на американской стороне более люди готовы что еще но главное как где бы вы не были в какой ситуации бы вы не были держите самый лучший связь с богом чтобы вам не остаться чтобы не было внезапно примиритесь с богом помолитесь потому что все деяния которые где мы бы не были все зависит от бога всем хорошего я запишу попозже видео как делать через мексику вот этот коридор по паролю следите за новостями я постараюсь возможно завтра возможно еще и сегодня соберу эту всю информацию более-менее и расскажу снова ж таки это все то что я знаю но я это не проходил то есть можете более детально спрашивать для этого есть комментарии можете также читать другие новости ну я даю в общем как она работает вот это я не проходила то что моя мама проходила то я знал все по деталям то что сейчас я знаю и знаю что но и люди спрашивают и в нашей церкви приехали тоже рассказывают вот то что я с вами делюсь божьих вам благословения мы вас любим берегите себя и своих близких до встречи